Погрузимся прямо сейчас в Слово Божье. Наше задание — это учить о вере. Сегодня утром мы хотим сделать это в послушании нашему Небесному Отцу, нашему Духовному Отцу, и делать то, в чем наше призвание. Отец, мы благодарим Тебя сегодня утром за то, что Твой Дух пребывает на этом месте и будет двигаться, чтобы учить нас, и делиться, и вести нас в такие сферы, в которых Ты хочешь, чтобы мы были. И мы искренне отдаем Тебе всякую честь и хвалу за Твое присутствие и проявление на этом собрании сегодня утром. И мы благодарим и просим, чтобы люди были благословлены во имя Иисуса. И каждый скажет «Амин». Вы можете присесть. Я хочу, чтобы вы открыли Библии в книге «Судей» в Ветхом Завете. И я хочу, чтобы вы посмотрели на место Писания, о котором Господь говорил со мной, чтобы поделиться этой темой. Судей, глава шестая. Я хочу, чтобы вы услышали это. Здесь один молодой человек по имени Гедеон, и ангел Божий говорил с ним о большой работе, о великом предназначении для него, чтобы вести людей из поражения к победе. И Гедеон испытывал неуверенность о себе, о себе. И он сказал следующее в шестой главе Судей, что создает основание для того, о чем я проповедую в течение года. В Судях, главе шестой, стихе тринадцатом, этот молодой человек сказал следующее. И здесь говорится, «И Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то от чего постигло нас все это?» Знаете, мы иногда хотим задавать вопросы, знаете? Хотя и знаем, что есть дьявол, есть враг. Но иногда кажется, что все идет не так. Знаете, иногда кажется, что весь ад против вас, всей своей силой. И Гедеон говорит, он чувствовал что-то подобное и спрашивает, «Почему все это постигло нас? От чего это все постигло нас?» Затем он задает еще один вопрос, чтобы я назвал питательной средой для этой темы о чудесах. И обратите внимание, что он спрашивает сейчас, «И где все его чудеса?» И я имел время в течение 22 лет, и я наблюдал, и был в движении слова веры в течение 12 лет, и я видел, что церковь имела лишь вспышки силы Божьей. В действительности это не достигало великого проявления, реальной, силы Божьей, и всех тех преимуществ того, что мы дети Божьи. Почему? И где тогда все его чудеса, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, «Разве не Господь вывел нас из Египта?» «И ныне оставил нас Господь». Есть другая вещь. «Оставил нас». Каждый доскажет. «Оставил нас». Кажется, иногда, мы знаем это определенно, что Господь, и то, через что проходило тело Христово, нам кажется, что Господь оставил нас в некоторой степени. Но дело не в том, что Господь оставил нас. Одна из проблем в том, что мы не используем то, чем Господь уже обеспечил нас. Если мы не используем все, что Господь обеспечил для нас, тогда вам кажется, что Господь оставил вас. Вы слушаете меня? Итак, он говорит, «Где его все чудеса, о которых наши отцы рассказывали нам? Не Господь ли вывел нас из Египта? Но ныне Господь оставил нас и предал нас в руки мадьян-итян». Мы знаем, что дети Израиля были в руке мадьян-итян по причине греха. Но просто тот вопрос заставил меня задумываться в моем разуме, почему церкви не в полную наслаждаются благословениями Божьими и силой Бога и победой, и не являясь такими победителями, какими Библия их называет. И большая часть церкви страдает страданиями, которые не являются необходимыми страданиями. И Господь обратил мое внимание в первой части этого года и сказал, что хочет, чтобы я учил на тему чудес. И Он сказал мне учить о том, как иметь веру для чудес. И Пророк учил на эту тему прошлым вечером, когда он обратил внимание на слово «внезапно». Он коснулся ключевого слова, в этом аспекте, которому я верю, Господь хочет. Мы научились в этом собрании 1996 года. В действительности, Господь дал мне предписание подготовить вас для ваших чудес. И когда Пророк движется в пророческом помазании, все, что вам нужно сделать, это протянуть руку и взять. И в действительности, сегодня утром, я хочу сделать эту установку, приготовить вас к тому, чтобы течь, когда сила начнет свое течение на этом месте. Теперь я видел, как Брат Хейген двигался в таких сферах. Теперь я вспоминаю 1983 год. Дух Святой сказал мне, что у меня есть помазание. Итак, а я видел, как он двигался. И я видел его, как он двигался в таких областях, в которых мы никогда не бывали. И он очень послушен. И у него сейчас новое направление. И в этом году мы собираемся двигаться вместе, потому что я собираюсь поделиться с вами, чтобы вы были в потоке. Когда будет этот поток, вы могли сразу же войти в него. Теперь чудеса являются проявлением славы Божьей. это присутствие Божье. Освобождение Его способности ради нас, позволяющее нашей ситуации оказаться в сфере сверхъестественного, чтобы наша вера не основывалась на мудрости человеческой, но на силе Божьей. И чтобы в эти дни нашей жизни здесь на земле все невозможное стало возможным. Теперь, я хочу, чтобы вы посмотрели на некоторые местописания здесь. Откройте Галатам, главу третью. Каждый это скажет, как иметь веру для чудес. Вы узнаете, что есть другой аспект веры, и я верю, что это пренебрегалось по причине нехватки знания о том, как двигаться в помазании, когда помазание течет. Теперь вспомните, на таком же собрании один молодой человек по имени Док Джон, большинство из вас, может, знает его. Я приехал сюда и был очень сильно благословлен. Док учил о другом аспекте веры. Он учил о верности Бога. И он сказал, что он покажет нам новый аспект веры. И он начал говорить нам о новом аспекте веры, чтобы сделать нашу веру сильнее. И мы знаем, что вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. И я сидел и слушал Дока о верности Бога. И ваша вера укрепляется. Если вы знаете, что Бог вас не подведет. И он говорил о верности Бога, что Бог никогда не покинет вас и не оставит вас. Он будет с вами. Бог никогда не отойдет от вас. Он говорил об этом. И он принес разные аспекты Божьей верности, показав нам другую сторону веры. И затем Дух сказал мне, Лерой, это третья область, где тело Христово должно узнать что-то новое о вере. Они должны знать не только о вере, о том, что вера происходит от слышания, вера как действие, и то, как вы должны действовать по Слову Божьему. Он сказал, что мы должны знать не только о верности Бога, но они должны знать, как иметь веру для чудес. Они должны знать, что есть другой аспект веры. Теперь, когда мы говорим о другом аспекте веры, я верю в определенной степени. Слушайте меня очень внимательно. Мы разрушали себя, включая себя в то, чтобы ждать проявления. И мы погружали себя в то, чтобы ждать проявления, в то время, как могли это иметь немедленно. Изучая Евангелие и глядя на служение Иисуса, каждый человек, и мы увидим таких людей сегодня утром, каждый человек, который приходил к Иисусу, они оставались там с ним до тех пор, пока не получали того, ради чего приходили. И я верю, что мы учили вере как-то немного по-другому. И мы учили о вере как-то в отрыве от чудес, от того, что Бог действует прямо на этом месте. Каждый включался в то, чтобы ждать, ждать. Думали, что у Бога уйдет три недели, три года, чтобы сделать что-либо. Нет! Господь может двигаться в вашей жизни прямо здесь, сегодня утром. Если вы больны, если вы чувствуете себя плохо, если вы откроете свой дух, сила Божья может сойти на вас прямо сейчас. Бог! Это Бог прямо сейчас! Но нам нужно было тренировать свою веру в этой области. Подумайте о всех чудесах, о которых вы читали. Подумайте о всех тех людях, которые приходили к Иисусу для исцеления. Они оставались там с ним до тех пор, пока не получали. Библия говорит, немедленно. Итак, мы хотим взглянуть на другой аспект веры. В том плане, что вы можете получать ваше чудо в то время, когда проповедуется слово, когда помазание. Библия говорит, что это помазание, которое разрушает ермо. Вы можете получить свое исцеление, вы можете получить проявление силы Божьей. Когда слово Божье проповедуется, если вы верите, я хочу этого прямо сейчас, Господь, я не покину этого здания сегодня. Сегодня вечером, это мой день, это мой час. Если вы призовете Бога со смелостью и дерзновением, Бог проявит себя на этом месте. И вот, что я верю, произошло. Этот аспект веры, тело Христово учило себя так, что упустило это. Почти что упустило это. Было слишком занято ожиданием. И есть много моментов, когда вам не нужно ждать. Я знаю, что надо держать веру включенной. Я делаю это сам. Мы все так делаем, не так ли? Но есть другая часть, когда вы можете верить Богу таким образом, что это может произойти прямо на этом месте. Я верю на этом собрании. Я молился об этом собрании. Я видел некоторые вещи. Я видел нас. Рану на голове сатаны. Я видел это в видении. Я видел, как он хотел поразить нас, но отец загнал его под наш каблук. И затем сразу после того видения мужчина, кудрявый мужчина, стал возле моей кровати в видении и сказал, скажи мне о освобождении. И я верю, есть три вещи. Мы поражаем сатану в голову, он находится под нашими ногами, и освобождение приходит, когда мы держимся всей полноты откровения о вашем исцелении, о вашем чуде сегодня. Некоторые из вас приехали разбитыми, но вам не надо жить разбитыми. Теперь, в Галатам, главе 3, стихе 5, «Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса и совершающий чудеса между вами». Производит ли это через дела закона или через наставление вере? Теперь, этот стих объясняет нам, что есть вера для чудес, что есть вера для чудес, которые происходят немедленно, мгновенные чудеса. И если вы схватитесь за это откровение, многое, чего вы ждете, вам больше не придется больше ждать. Это придет к вам сразу же, как проявление присутствия и силы Бога. Итак, здесь Павел говорит, обратите внимание на то, что здесь говорится, «Подающий вам духа и совершающий чудеса между вами». Каждый пусть скажет, «Совершающий чудеса между вами». Как многие из вас хотят увидеть Бога, совершающего чудеса между нами? Как многие из вас в радости? Я увидел это в Канзас-Сити, в Миссури. Один из моих сыновей в той церкви, в церкви пастора Хау, и я там проповедовал Слово Божье. И проповедовал на тему, «Деньги приходят». Но Дух Божий направил меня к той леди в инвалидной коляске. И знаете, в сфере Духа, вы, вы не, вы не можете тормозить, и вы не можете иногда все понять. Иногда не идете туда, куда Господь хочет вас вести. Я пошел, она была в задней части церкви, и я вернулся и поговорил с ней в течение нескольких минут. Я просто, в общем, говорил, понимаете, и затем отошел. Старался понять, что Дух Божий хочет. И затем Дух Божий, и меня притянуло обратно. А затем спросил у одного человека, который сидел рядом, «Вы ее муж?» Он сказал, «Да». Я спросил, «Как давно она в инвалидной коляске?» Он сказал, «Семь лет». Я сказал, «Амен», и я отошел от них и вернулся вперед. А затем тот магнетизм повлек меня обратно. Я сказал, «Мэм, вы можете поверить Богу? У вас есть вера. Вы в этом кресле семь лет?» И я просто говорил, и ждал, и старался увидеть, что Бог хочет делать в тот момент. И говоря с ней, я поделился парой вещей с ней о вере. Поговорил несколько минут, поговорил с ее мужем несколько минут, и я сказал, «Просто доверьтесь Богу. Ожидайте, верьте Богу». И затем я посмотрел и сказал, «Мэм, вы знаете, что вы можете быть из сталины?» Она сказала, «Я знаю, да, я верю в Бога». Она сказала, «Я верю в Богу». И я сказал, «Если вы верите Богу, это произойдет». И затем я повернулся и отошел от нее. И церковь была взволнована. И когда в церкви начался гудеж, я посмотрел обратно и увидел, что та женщина шла прямо за мной. Встала из кресла. Встала из кресла. Встала из кресла. Я увидел это в воскресное утро, проповедуя в христианском центре Слово Жизни. Знаете, иногда я забываю, что есть люди в инвалидных колясках и что они не могут стоять. И я просто кричу, «Все вставайте!» «Все вставайте!» И некоторые люди не могут встать. Там была одна женщина в инвалидной коляске, и она не могла ходить в течение многих лет. Она поднялась из того кресла и встала. Я говорю, что сила Божья доступна для моментального проявления силы Божьей. Вы можете получить это сейчас от Бога. Бог — это не Бог долгого проявления. Он Бог сейчас. Скажите, «Бог» — это Бог сейчас. Вы имеете силу Божьего Слова, помазание Бога, текущее здесь, на этом собрании. И я верю, что что-то будет происходить здесь утром. Дух Божий говорит, что Он захватит это место. Я молился на языках сегодня утром. Он сказал, что Он захватит, другими словами, вступит во владение. Как многие из вас верят, что всемогущий Господь вступит во владение в это утро. Итак, держа это в разуме, давайте обратимся к Писанию сейчас. Матфея, глава 19, Марка, глава 9, и Луки, глава 1. Я счастлив, если вы уже готовы. Я не хочу останавливаться и не восклицать и не учить об этом. Господь сказал мне, «Если ты перестанешь учить об этом, я заберу свое помазание от тебя». Никто-то не думает, никто-то не думает и не предполагает, что сила Божья не коснется этого места. У меня есть для вас хорошая новость. Я имею в виду, что никто-то не держит в своем уме этой мысли, малейшего сомнения, что помазание и сила Божья не проявятся на этом месте сегодня утром. У меня есть новость для вас. Я буду учить вас некоторое время, но сила Божья захватит это место, и здесь будет ощутимое помазание, присутствие Божьего. Помяните мои слова. Помяните мои слова. Помяните мои слова. Матфея 19. Матфея 19. Аллилуйя. Я сказал Аллилуйя. Матфея, глава 19. Слава Богу, мне нравится проповедовать. Мне нравится моя работа. Аллилуйя. Благодарю Бога за мою работу. Благодарю Бога за Божьих людей, которые слушают меня на моей работе. Матфея 19, 26. Я прочитаю эти стихи о чудесах. Я покажу вам, что всякую невозможность в вашей жизни вы создали. Дьявол не может создать. Бог не хочет этого создавать. Всякая невозможность, которая есть в вашей жизни, я хочу показать из Слова Божьего, что вы сами творцы всех невозможностей в вашей жизни. В Матфея 19, главе, стихе 26, здесь говорится, «Иисус, воздрев, сказал им, человекам это невозможно». Но обратите внимание на это последнее утверждение. Обратите внимание на это утверждение. Но с Богом все возможно. Давайте снова прочитайте эту часть. Начните с «Но». Давайте. «Но». «С Богом» все возможно. Теперь, единственное, о чем нам нужно подумать, это единственное откровение, которое нам нужно, единственное объяснение, которое нам нужно, единственное возвышение, которое нам нужно, это то, как быть с Богом. Если, если, если Иисус говорит это, и Он говорит С Богом все возможно. Все, что мне нужно, это как иметь связь с Богом. Если я найду, как зацепиться за Бога, это означает, что тогда в моей жизни все становится возможным. Это верно? Потому что здесь в Писании Господь Иисус сам сказал, что «но с Богом все возможно». Все, что мне нужно, я повторю в третий раз. Это как прилепиться к Богу, и это создаст жизнь. И вы будете жить жизнью такой, что вы будете жить над сферой невозможного. Верно? Марка, глава 9. Марка, глава 9. Стих 23. Аллилуйя. Я, знаете, сожалею, когда проповедники проповедуют не Библию, а проповедуют себя. Разве это проповедь? Теперь вспомните, мы только что прочитали, Иисус сказал, «но с Богом все возможно». Не так ли? Я сказал, «не так ли?» Мы только что прочитали это в Библии. Голос Божий говорит нам, Он сказал устами Господа Иисуса Христа, Но с Богом все возможно. Когда мы говорим «все возможно», что это значит? Означает ли это болезнь? Бедность? Финансовая? Благословение? Значит ли это радость и мир в семье? Собираться вместе? Включает ли это все? Как многие из вас верят, что с Богом все возможно? Но обратите внимание на Марка 9, стих 23. У меня нет времени возвращаться к констексту этого текста, но вы, вы можете прочитать это, и вы знаете большинство этих историй. Но обратите на эту девятую главу, стих 23. Но подумайте о том, что вы только что прочитали. Подумайте о том, что Иисус только что сказал. Иисус сказал о чем-то еще. Есть еще кое-что, что сказано нам Богом. Теперь, в Марка 9, 23, Иисус сказал Ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно тому, кто верит». Этот стих перемещает нас через веру в один класс с Богом. Этот стих переносит нас в один класс с Богом. Мы только что прочитали, но с Богом все возможно. Но здесь мы читаем, что если вы верите, все возможно тому, кто верует. Вы верующий? Вы верите? И Библия говорит, что все возможно для вас. Теперь посмотрите в Луки, главе 1. Вы имеете, что воскликнуть, так? Аллилуйя! Луки, 1 глава, стих 37. Мы обнаружили, что нам нужно быть с Богом. Мы обнаружили, что все возможно с Богом. Мы обнаружили, что если мы освобождаем нашу веру в правильном направлении, правильным образом, мы попадаем в тот же класс, в одну категорию с Богом. Бог говорит, что у нас это может быть. Бог не хочет это удерживать от нас. В баптистской церкви я слышал всякое. Меня учили, что это будет зависеть от степени твоей святости. И я основывался на том, что я могу быть благословен, когда молюсь лучше. Я молился, я служил Богу, но денег не было в моих карманах. Луки, 1 глава, стих 37. Здесь говорится с Богом. Слава Богу! Я сказал слава Богу! Можете ли вы прочитать? Все, что нам нужно сделать, это поверить, ибо с Богом. Только что мы прочитали, как быть с Богом. Потому что Библия только что сказала, что если я, если я буду верить, все возможно верующему. Наша вера приводит нас в особенное положение с Богом. Подобно тому, как вы родились в семье Божьей, то же самое мы можем получать все и остальное от Бога. Веруя в Бога, действуя по вере, здесь говорится, с Богом ничто не будет невозможным. Прочитайте это все вместе со мной. Ибо с Богом... Еще два раза. Еще раз. Мне все равно, что это может быть у вас. Проблемы с сердцем, с легкими, артрит. Неважно, если даже у вас рак, даже если у вас спид. Неважно, с каким недомоганием вы приехали на это собрание. Если вы освободите вашу веру и будете слушать этих мужей и жен Божьих, которые учат вас в помазании Божьем, вы покинете это собрание с меньшим пакетом проблем, нежели вы приехали, если вы будете верить Богу. Позвольте мне показать один из путей, как осуществить это. Одна из вещей, которые вам нужно сделать, поднять уровень вашего ожидания. На собрании, там, где течет сила Божья, вам нужно быть готовыми все время, быть внимательными. Вам нужно не позволять ничему никому увести вас в сторону, когда Дух Божий двигается. Вам нужно быть сфокусированными на спикере, потому что это то, откуда придет помазание. Помазание начинается со спикера. На собрании я не отвожу глаз моих от спикера, не позволяя ничему отвлекать меня, когда я на собрании. Если кто-то, на собрании я не хочу ни с кем разговаривать. Все мое внимание на том, как будет проявляться сила Бога. Я фокусируюсь на спикере все время, потому что это то, где помазание проявляется сначала. И когда вы смотрите так, вы можете увидеть, что за занавесом. Обратите внимание в Деяниях, главе 3. Мы говорим об уровне ожидания. Обратите внимание на Деяния, главу 3. Вы должны поднять ваш уровень ожидания. Вы должны ожидать сверхъестественного, чтобы это входило в вашу жизнь. Всякий раз, когда вы нуждаетесь в этом, мы будем ожидать. Включим нашу веру и будем ожидать. Нет! Включите это и скажите, «Господь, я хочу это прямо сейчас!» Прямо сейчас! В Деяниях, главе 3, мы видим апостолов, осуществляющих служение Иисуса. И каждый... Мне нужно прочитать это. Я нигде не видел, чтобы Иисус говорил кому-либо, «Подожди, иди домой, и подожди 3 или 4 дня, и возвращайся. И постарайся включить веру, и жди. И ты можешь прийти, и прийти на следующее утро. Подожди, держи свою веру включенной». И мы учили себя, что? Так много. Так, что мы упустили это немедленно. Почему вы не кричите сейчас? Мы упустили это немедленно. Есть, есть. Я знаю, что нам нужно включать веру. Я знаю, что у нас есть время, когда нам нужно ждать. Но есть также и другая область веры, когда вы можете получить это прямо сейчас. По всей книге Деяний они получали сразу же, по вере. Мы видим, что вера — это сейчас. Мы даже пели песни, надеясь, что Бог сделает это какое-то время спустя. Знаете, я не пою таких песен. Мне не важно, кто их поет. И я стою молча. Я не служу завтрашнему Богу. Бог делает. Бог сделает это прямо сейчас, если вы позволите Ему. Амэн? Теперь в книге Деяний вы видите апостолов, совершающих служение Иисусу. Петр и Иоанн идут молиться в храм. Это был час молитвы. Спасибо Богу за молитву. И вы помните эту историю? Там был хромой. Он там сидел, потому что он так зарабатывал на свою жизнь, потому что он не мог работать. Он был хромой. И чтобы проверить то, что я вам сказал, обратите внимание, что Петр сказал ему. Посмотрите на стих 3, 3 главы. Мы сейчас говорим о том, чтобы поднять ваш уровень ожидания. Скажите вашему соседу, тебе надо поднять твой уровень ожидания. Перестаньте ждать и верьте Богу сейчас. Скажите им. Обратите внимание на это. Давайте прочитаем первый стих и посмотрим. Боже мой! Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек, хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными. Просить милостыни у входящих в храм. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Теперь обратите внимание, что Петр сказал ему делать. Я только что говорил об этом. Я говорил вам, если вы будете смотреть, то увидите помазание. Если кто-то смотрит на мужа или на жену, которые двигаются в Духе Божьем, это приведет к тому, что помазание затем потечет по направлению к вам. Вот почему, если вы будете сфокусированы на этом собрании, ничто вас не отвлечет. Итак, Петр сказал. И Петр, смотревшись в него, с Иоанном и сказал, «Взгляни на нас». Люди приходят на собрание. Говорю вам, здесь мы с братом Хейгеном. Вам больше никуда не надо смотреть. Когда вы приходите на служение, и там есть человек, помазанный как пророк, вам не нужно смотреть по сторонам. Я имею в виду вот что. Люди могут вставать там, люди могут падать со своих стульев. Пусть они падают. Я сосредотачиваю свой взор на человеке Божьем, через которого будет проявляться сила Божья. Вам нужно научиться, как фокусироваться на собраниях, и перестать отвлекаться. Амэн? Я имею в виду, мы в потоке духа. Говорю вам, мы то поколение. Господь дал нам людей, и возложил на них помазание. Не на одного только человека. У нас есть люди, на которых Бог возложил свое помазание. Если мы просто научимся так течь... О, мой Бог! Бог мой! Слава Шекины! Придет на это место. Если мы научимся, как в этом течь... Мой Бог! Мы можем это иметь прямо сейчас. Помазание Божье сходит на это место. Мы просто учимся, как в нем течь. Оставайтесь открытыми. Обратите внимание. Обратите внимание. О, слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Я сказал, Аллилуйя! У, слава! Спасибо, Господь. Хочу больше. Позволь мне учить дальше, Господь. Аллилуйя! 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 Обратите, обратите внимание. В стих 4-й, Петр с Иоанном, смотревшись на него, сказали, «Взгляни на нас!» И затем посмотрите на тот 5-й стих. Мы говорим о том, чтобы поднять наш уровень ожидания, ожидая, что Бог будет двигаться сейчас, не когда-то позже. Ожидайте его движения сейчас. Каждый пусть сделает так. Давайте. Сейчас! Ожидайте его движения сейчас! И обратите внимание, что этот человек сделал. Библия говорит, «И он пристально смотрел на них». И он пристально смотрел на них. И он пристально смотрел на них. И он пристально смотрел на них. Что там за следующее слово? Не слышу вас. Что вы сказали? «Надеясь!» «Надеясь!» Обратите внимание на следующие два слова. «Надеясь получить!» Итак, если у вас будет вера для чудес, когда вы встречаетесь с Богом, вам нужно надеяться, что Бог будет двигаться. Вам нужно надеяться получить от Бога. И этот человек надеялся получить что-то от них. И единственное, что Петру пришлось сделать, это поднять его уровень ожидания. Знаете, в это утро вам нужно ожидать. Вы всегда получаете больше, чем вы ожидаете, когда вы имеете дело с Богом. Он всегда дает. Бог всегда дает сверх. Он дает вам не просто ожидать чего-то, немногого. Он не говорит «Все, этого достаточно». Нет, Он говорит «Я вам дам больше этого». Бог — это Бог, который дает больше, чем достаточно. И Он пристально посмотрел на них, надеясь получить что-нибудь от них. И вы знаете эту историю? Петр сказал, «Серебра и золота нет у Меня, но что я имею, то даю во имя Иисуса. Встань и ходи». И тот человек получил свое исцеление. Нам нужно взглянуть на это. О, Слава! Спасибо, сестра, я слышу тебя. О, Боже! Нам нужно посмотреть на это. Посмотрите на следующее. Стих пятый. И Он пристально смотрел на них, надеясь получить что-то от них. Затем Петр сказал, «Серебра и золото нет у Меня». Это не значит, что Петр был без денег. Потому что Иисус не был без денег. И ученики Его не были без денег. У них у всех было много. Мы учили религии бедности, что у Господа Иисуса ничего не было. У Господа Иисуса был дом, у Него была сокровищница, и у Него было много денег. Все деньги, в которых Он нуждался, даже те, которые были у рыб. Деньги, знаете, поговорю немного о деньгах. Но здесь говорится, «Золото и серебра нет у Меня, но что имеют, то даю. Во имя Иисуса Христа из Назарета, встань и ходи». И, взяв Его за правую руку, и сказал включить веру и продолжать верить в Бога, теперь вы знаете, я говорил о ключе, я говорил об ожидании, и я понимаю, что это процесс, и эту часть. И много раз мы использовали эту часть. И все, все, когда мы читали и использовали ту часть, это по причине несовершенства нашей веры. Не потому, что Богу приходилось ждать, чтобы дать нам, а потому, что наша вера несовершенна в этой области. И это единственная причина, почему мы ждали. Если ваша вера укреплена и чиста, и на высоте, вам никогда не придется долго ждать. Но мы духи. У нас есть душа, приносящая проблемы. И у нас есть тело, и оно тоже приносит проблемы. И причина, почему нам приходится ждать, это из-за того, что наш внутренний человек приводит нашу душу и наше тело в такое состояние, чтобы верить Богу. Это единственная причина, почему мы ждем. Мы ждали, как будто думали, что у Бога должно появиться достаточно мускулов сделать это. Видите, ожидание с нашей стороны. Чем больше вы очищаете свою веру, чем больше вы освещаете свою жизнь, не упускайте этого, чем больше вы освещаете свою жизнь и становитесь святым, тем меньше вам придется заниматься ожиданием. Чем больше времени вы проводите с Богом в молитве и в поклонении, в любви к Богу и в молитве, и в том, что вы имеете личное общение с Богом, это последний раз, когда вам придется ждать. Вам не нужно долго ждать Бога. Бог уже готов двигаться. Вы понимаете это? Я спросил, понимаете это? Мы так привыкли ждать и ждать, 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 ждать. Некоторые умирают, все ожидая. Вам нужно научиться тому, чтобы взять это сейчас. Поймите, Бог, почему же Хэк Аарон сделал больше результативных ударов в бейсболе, чем другие. Я прочитал несколько историй о нем. Но знаете ли вы, что Хэк делал? Да, он имел больше всех результативных ударов, но и когда он промахивался, он все еще был со своей командой. Знаете ли вы, почему Хэк совершил так много холмранов? Он не говорил слишком много о неудачах. Так много из нас в теле Христовом держатся за неудачную попытку. И мы в заблуждении. Но Хэк никогда... Я никогда не видел, может, вы? Вы видели. Но я видел, когда Хэк Аарон приходил на игру, я видел, как он совершал удар. И в своем разуме, в своем уме, он рассказывал, всякий раз, когда он подходил к бите, если кто-то был уже на базе, в его уме он имел эту картину, что все игроки его команды попадают на эту базу, а я иду за ними. Он промахивался тоже. Не будем говорить о его промахах, потому что его удар был такой сильный. Но всякий раз, когда Хэк Аарон подходил к бите, он стоял там с намерением. Слушайте меня. Он стоял там с намерением не просто попасть на первую базу. У нас так много христиан первой базы. Он стоял с намерением. Он не думал остановиться на второй базе. Ум Хэнка в своем сердце. Он видел себя. Это тот, где мы должны видеть себя. Он стоял там и видел себя, покидающим домашнюю базу, касающимся первой базы, касающимся второй, только касающимся, понимаете, не остановившимся там, касающимся третьей. Некоторые из вас сегодня расположились лагерем на второй базе. Поднимите себя и заставьте себя выйти оттуда. И посмотрите, и начните бежать, и бегите к последней базе. Аллилуйя! Я верю, мы можем бежать к последней базе. Вы! Во что вы верите? Как многие из вас верят в первую базу и собираются там остаться? Как многие из вас хотят остаться на второй базе? Как многие из вас хотят стать лагерем на третьей базе? Как многие из вас хотят выйти и дойти до последней? Аллилуйя! Какую базу вы имеете в своем разуме сегодня? В то время, как вы находитесь на этом собрании? Я услышал от Бога. Бог сказал, что Он совершит сверхъестественное на этом собрании. Бог готовит вас к полному потоку! Мой Бог! Послушайте, я делаю все возможное, чтобы продолжать кричать. Говорю вам, я хочу восклицать. Я хочу этого так долго, как могу. Я хочу восклицать. Я хочу бегать. Я хочу шипеть. Я знаю, о чем я говорю. Я хочу все это делать. Говорю вам. Слава Богу! Я знаю, что тамайка означает. Кричите и шипите. Написано ли на ней шипите? Им следует написать и шипите. Обратите внимание снова, обратите внимание снова на тот шестой стих. Здесь говорится, Петр сказал, «Серебра и золота нет у Меня, а что имею, то даю тебе, во имя Иисуса Христа из Назарета. Встань и ходи». И, взяв его за правую руку, поднял его и... Не слышу вас. Что означает «немедленно»? Постарайтесь. Постараться включить веру и ждать три недели? Теперь, теперь, мои братья и сестры, если вы заметили в Слове Божьем, вы читаете «Служение Иисуса», а Библия говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, если вы заметили в «Служении Иисуса», это слово часто употреблялось? Немедленно. Теперь, мы не служим какому-то другому Иисусу? Разве какой-то другой Дух Святой пришел на сцену? Разве это не тот же Дух Святой, который был с ними в книге Деяний? Тогда нам нужно быть на более высоком уровне, имея такие же деяния, когда Господь движется немедленно, видимым образом. Теперь, почему я так долго проповедую об этом ключе? Меня побудил Святой Дух сказать вам что-то. Многие из вас, пока я служу здесь, верят Богу о чем-то. Это произойдет немедленно. Послушайте меня. Послушайте меня. Некоторые из вещей, которые вы хотите, чтобы они случились, они не здесь, а дома. Помяните мое слово. Помяните мое слово. Когда вы вернетесь домой, об этом уже позаботиться. Помяните мое слово. Помяните мое слово. Это то, что я услышал, как Дух Святой сказал. Я сказал, это то, что я услышал, как Святой Дух сказал. Скажи им, когда они вернутся домой, я об этом позабочусь. Это то, что я услышал, как Святой Дух сказал. Это то, что я услышал, как Дух Святой сказал. Некоторые из вас, когда вернетесь домой, и у вас были бунтующие дети, и произойдет так, что вам покажется, что у вас новый ребенок. Потому что Святой Дух схватил их прямо сейчас, пока вы здесь. Святой Дух работает над ними там, сейчас. Я хочу, чтобы вы написали. Слушайте. Я хочу, чтобы вы написали. Пусть будет доказательство. Пусть будет подтверждение этого служения. Я хочу, чтобы вы, вернувшись, написали в это служение. Некоторые из вас вернутся домой и обнаружите кое-что. Даже финансовая ситуация. Изменится. Изменится. Вы здесь. Вам ничего не надо делать по этому поводу. Вы здесь, на собрании. Бог сделает это сверхъестественно для вас. Теперь надо посмотреть эту часть. Вернуться к ней. Мне нужно вернуться и зачитать из Библии. Не знаю, как это будет. Но у некоторых мужья изменятся. И жены. Аллилуйя! Я сказал, аллилуйя! Эй, вы там, понимаете, как сила Божья движется? Аллилуйя! О, мой бог! О, мой бог! Аллилуйя! 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 Спасибо, Господь! Теперь можете сесть, если хотите. Я не закончил еще. Слава Богу! Спасибо, Отец! Аллилуйя! Об этом позаботиться, когда вы приедете домой. Вам нет необходимости быть там. Это чудо в пути. Аллилуйя! Слава Богу! Обратите внимание на следующее. Смотрите. Я хочу затронуть, по крайней мере, еще два момента. Может быть, и три. У меня нет еще два утра, а у меня стопка того, что я могу говорить о чудесах. Но сейчас у меня в списке три момента, которыми я хочу поделиться этим утром, чтобы не откладывать на завтра. И не упустите это собрание. Я помню, Билли, Брим пропустила собрание. Знаете, Билли не знала меня очень хорошо. И она поехала ремонтировать свою машину. А также пошла в парикмахерскую. И Кент говорил ей, «Если ты хочешь увидеть необычное, приходи, Бог движется, Бог будет двигаться». Но Билли не поехала на служение. Она поехала отремонтировать свою машину. И она знала, знала меня немного. И она встретила меня в коридоре отеля и сказала мне, «О, я ездила ремонтировать машину. Мне говорили, что ты кричал там много». Я сказал, «О, да, Билли, мы кричали из-за тебя тоже. Мы просто кричали». Она сказала, «У меня есть расписание». Но иногда кажется, что расписание – это что-то нереальное. Обратите внимание, он получил. Он взял его за правую руку, поднял его. И обратите внимание, и немедленно, все скажите, «Немедленно». Его ступни и колени укрепились. Аллилуйя. Мы видим, чтобы иметь веру для чудес, вам нужно поднять ваш уровень ожидания. И то, как вы можете добиться этого, это питаться Божьим Словом. Получая Божье Слово в свой дух, питаясь им, размышляя о нем, пережевывая его, читая его вновь, питаясь им, размышляя над ним, пережевывая, читая его вновь, питаясь им, до тех пор, пока оно не станет частью вас. И затем ваш уровень ожидания. Вы сможете достигнуть такого места, когда вы сможете смело заявить, «Я никогда не буду разбит. Ни одного дня в моей жизни». Вы попадете в такое место, вы попадете в такое место, где вы никогда не будете больны. Ни одного дня в моей жизни. Теперь, вот то, что мы упускали, я поделюсь с вами секретом. Видите, Евангелие, часто мы ищем что-то очень сложное. И эти великие ораторы, великие спикеры, и я часто делаю какие-то ошибки, не всегда произношу звук четко, и что-то там еще. Я говорил вот с теми молодыми людьми прошлым вечером. И знаете, я, мои слова смешались. Я разговаривал с, о боже мой, с Деннис и ее мужем. И я спросил, «Как долго?» И обратите внимание, как я сказал, «Вот так, выносите этот питч?» Я спросил, «Как долго выносите этот питч?» И он посмотрел так, он не знал, не понимал. Он посмотрел в недоумении, ему понадобился переводчик. Это должно было звучать в пиджак, должны были быть еще буквы. А вышло, этот питч. И он посмотрел на меня так странно. И я также на него посмотрел странно. Наконец он, наконец он, он понял. Я думаю, Деннис перевела ему, о чем я. В чем тут вообще дело? Но вот так иногда бывает со мной. Итак, если вы ищете большого грамотея в английском языке, тогда стоило остаться дома сегодня утром, потому что его здесь не будет. У меня была учительница английского. Она учила меня не все классы. Я не закончил десятилетнюю школу. Я... Я благодарен Богу. Хорошо, что я не учил много ненужного. Но у меня была одна учительница английского. Она учила меня в течение трех месяцев. И я слушал ее. Она... Она учила меня три месяца. И я взошел на кафедру однажды воскресным утром со всем тем, чему она меня научила. Народ, я подумал, как будто половина моего помазания ушла. Я сказал своему помощнику, «Гори оно все огнем!» Я хочу двигаться в том, что у меня есть. Аллилуйя! Я хочу сказать, если вы говорите так красиво, исцелите меня этим. Теперь, теперь, есть секрет по поводу чудес, которого многие не обнаружили, и не обнаружат до тех пор, пока кто-то им не скажет. Теперь обратимся к книге Иоанна, главе 2. Вы знаете, первое, это ваш уровень ожидания. Я хочу говорить о том, как ходить в это время и к пятнице, и некоторым из вас нужно уезжать. И если вам не надо уезжать, не уезжайте, потому что в субботу вечером у нас будет пророческое служение. И все, что нужно делать, это открыться. И слава Господня, как паруса, наполнит это место. И по причине того, что вы слышали эти вещи, вот что произойдет. Мы увидим. Мы увидим, как люди встанут из колясок. Мы увидим. О да! 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 Мы увидим творящую силу Бога, проявляющуюся на этом месте. Это ничего не стоит для Бога. Для Бога это ничего не значит. Все равно, для Бога это не трудно. Он создал их. Он может сделать что угодно. Вианна, главе 2. Теперь вы знаете, что там написано первое чудо, которое Иисус сделал в Своем служении. Но есть ключевой стих в этом чуде. И вы лучше поймете. Поймете хорошо. Бог скажет вам сделать что-то, что будет выходить за пределы ваших чувств. И чтобы вывести вас из состояния зависимости от вашего интеллекта. Чтобы вы могли войти в сферу Духа. Теперь, обратите внимание, Иисус, каждый, с кем Он имел дело, подумайте об этом, Он плюнул на землю и сделал брение и положил на глаза того человека. Это кажется абсолютно не тем, что Он должен был делать. В наше время система и доктора предпочли бы использовать стерильные вещи. Иисус сделал что-то противоположное. Почему? Потому что Он хотел перевести того человека из зависимости от человеческого и перевести в зависимость от Духа Бога. Теперь подумайте, вы читали Библию, подумайте об этих многих странных вещах, о том, что им пришлось налить в сосуды воду, а им нужно было вино. И это как что-то ненормальное, это непонятно. Им нужно было сказать, нам не нужна вода, нам нужно вино. Но видите, действие произвело проявление, подчиняясь Богу. Теперь, я покажу вам этот стих, я покажу вам, где вы упускаете свои чудеса. Вы находитесь на служении и упускаете свое чудо. Помните, я сказал тем людям, там, вверху, подняться и подчиниться. Когда Дух Божий движется, все, что делают другие люди, вам тоже нужно впрыгнуть в это. Если все делают, почему вы сидите сейчас? Если все танцуют, то что вы делаете, когда стоите на месте? Вы говорите, что боитесь? Не надо бояться. Двигайтесь. Вы боитесь, что что-то произойдет? Вы тормозите, когда сила Божья движется. Когда вы в одном духе, когда мы единая команда, тогда это то место, где сила Божья может течь. Теперь, заметьте это, это изменит вашу жизнь. Заметьте это. Евангелие от Иоанна, глава 2. Я буду служить еще 20 минут. Иоанна, глава 2, стих 5. Это то, где мы упустили. Смотрите, вы останавливаетесь, и причина этого, вы думали, это не должно было быть так. Теперь, если вы здесь, в этой большой аудитории, подумайте, вы, вы упускали что-то, что Бог имел для вас из-за одной маленькой необычной вещи, которую Бог сказал вам сделать, и вы не сделали этого. Просто подумайте об этом. Здесь Библия говорит, Мать Иисуса сказала тем парням, у которых была проблема, она сказала им в 5 стихе, Матерь Его сказала служителям, что скажет Он вам, то сделайте. Это важно, потому что это ключ чудесам. Это ключ, который мы не поворачивали. Мы хотим рассказать Богу о всех писаниях, которые мы знаем. Это то, на чем я стою, Господь. Вы, Господь говорит мне, не просто стойте на этом, а делайте то, что я вам говорю. Когда вы стоите на месте писания, вы стоите в Боге. Итак, чтобы вывести вас из сферы душевного и вывести вас из сферы плотского, Он скажет вам что-то, что пройдет вразрез с естественной мудростью. Вспомните Неймана. Нейман. У него была проказа, вы помните? Пророк не вышел даже поговорить с ним. Они там ждали на колеснице. Пророк отправил слугу, и тот сказал, окунись в Иордан семь раз. И Библия говорит, он, он сказал, я думал, и вот где ваша проблема, я думал. И Библия говорит, что он пришел в ярость по этой причине. Он хотел, чтобы пророк вышел. Но понимаете, пророк не должен всегда выходить. Вы берите то, что он сказал, и идите, делайте это. Некоторые из вас пасторы, и вы стараетесь посетить всех ваших членов, и как вы можете посетить каждого? Может, это и легче сделать, когда у вас 45 членов. И вы стараетесь посетить всех этих 45 человек, и вы хотите навестить всех их, стараясь найти их, неся им преломление, молиться за них. Пусть они иногда сами молятся за себя. Что бы он ни сказал вам, делайте это. Теперь, позвольте мне задать вам вопрос. Можете ли вы подумать о чем-то необычном, о чем, что Бог просил вас сделать иногда, и вы не сделали это? Вам лучше поверить этому? Там близко чудо, прямо сейчас. Все, что он говорит вам, делайте. Вспомните тех ребят, они взяли, взяли воду, и налили все сосуды для вина. Господь Иисус не говорил, что он нуждается в вине. Он нуждается в том, чтобы вы сделали то, что он сказал вам сделать. Налейте воду, а я позабочусь о вине. Вот что нам нужно делать. Все, что он скажет, скажите со мной. Все, что он скажет вам, делайте это. Посмотрите на своих соседей и скажите им. Все, что он скажет вам, делайте это. Помните это, с этого момента, ваше вхождение с Богом. Он придет к вам самым необычным образом, чтобы сказать, как получить его силу. И все, что он теперь... Я не говорю о некоторых глупых вещах, когда женщина выходит в свадебном платье, становится перед церковью и говорит, что она выйдет замуж за определенного мужчину в тот день. Тот человек не знал об этом, проповедник не знал об этом, Бог не знал этого. Святой Дух об этом ничего не знал. Но она чего-то объелась. Мы иногда встречаемся с такими странными откровениями. Я не говорю о таком странном виде еды, но я говорю о тех необычных вещах, которые Бог реально сказал вам сделать. И вы сделали это. И если вы сделали это, Бог благословит вашу жизнь, и чудеса придут в вашу жизнь. Вот о чем я говорю. Теперь третий момент, который нам нужно знать. Найдем это в Первом Коринфянам. Первое Коринфянам, глава... О, Боже мой! Время! Первое Коринфянам, глава вторая. Первое Коринфянам... Первое. Первое. Боже мой! Первое Коринфянам. Я хочу как в бейсболе нанести результативный удар. Боже мой! Завтра возьмем что-то новое и не будем останавливаться. Амэн? Первое Коринфянам, глава вторая. Я дам вам третий пункт, и затем мы посмотрим историю, о чем здесь говорится. Слава Богу! Теперь, теперь. Первое Коринфянам, главе второй. Говорится. «И когда я приходил к вам, братья, приходил вам возвещать свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И затем сказал... Апостол Павел сказал... «И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя были не в убедительных словах человеческой мудрости, но обратите внимание на следующее. Но в проявлении... нам нужно увидеть больше проявления. Я сказал, нам нужно увидеть больше проявления. О каком проявлении говорится? Но в проявлении чего? И силы. Не только вы должны знать, не только вам нужно поднять уровень ожидания, не только вам нужно делать все, что Он вам скажет делать, но мы подошли к этому стиху прямо здесь. Нам нужно прийти к этому стиху прямо здесь, чтобы ваша вера... чтобы ваша вера... утверждалась. Скажите все, утверждалась. Скажите еще раз. Утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Это третья вещь, которую вам нужно знать. Чтобы ваша вера оперировала в сфере чудес, вам нужно знать, что ваша вера должна основываться не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. И единственный способ иметь такую веру, вам нужно быть в таком месте, где проявление Духа и силы происходит, и где ваша вера может перейти из естественного состояния, сверхъестественное состояние, где Дух Святой движется. Аллилуйя! Я сказал Аллилуйя! Повторите другим эти три вещи, которым я учил вас. Сначала поднять свой уровень ожидания. Это то, что я хочу сделать, во-первых, в 2.30, когда Марк будет проповедовать. Это то, что я хочу делать сегодня вечером, кто бы ни проповедовал. Имейте такой уровень ожидания. Когда Дух Святой будет двигаться, прыгните в этот вагон. Не оставайтесь в таком положении, что кто-то вас будет двигать. Вы двигайтесь, когда Святой Дух движется. Поднимите ваш уровень ожидания. Поняли это? И затем на собрании, иногда, дирижер под Святым Духом, и он может попросить человека сделать определенные вещи, и что бы он ни сказал сделать, делайте это. И демонстрация Духа и силы проявится, когда вы оставите сферу естественного, и ваша вера не будет остовываться на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Давайте обратимся. Мы получили немного сегодня. Обратимся к 15 главе Матфея. Я хочу, чтобы вы увидели. Господь, да поможет мне. Боже мой! Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Я не знаю. Слава Богу. Боже мой! Матфея, глава 15. Боже мой! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Спасибо, Господь. Многие думают, что будет дальше. Аллилуйя! 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 Помоги мне, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Где я должен читать? Матфея 15. Боже мой! Ух, слава! Мне охота шипеть и кричать! Я ожидаю движения Святого Духа! Оу! Аллилуйя! Аллилуйя! Я делаю все, что могу, чтобы быть с вами. Я хочу выдержать. Я возьму это. Это. Это становится сильнее и сильнее. Оу! 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 Время встречи! Время встречи! Аллилуйя! Оу! Это время встречи! Аллилуйя! Аллилуйя! Это время встречи! Слава Богу! Аллилуйя! Оу! Аллилуйя! Время встречи! Время встречи! О, слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! О, слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! 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 О! Аллилуйя! Я старался удержать это. Я стараюсь удержаться. Но благословен Бог, это продолжает приходить. Как многие из вас знают, что это означает? Как многие из вас знают это? Это значит, что все покрыто! О, Боже! Я немного учил. Боже мой! Я не могу из этого выйти! Я верю, что уровень ожидания растет у вас. Я верю, что будет что-то происходить вечером, сегодня. Я верю, вы готовы, и ваш уровень ожидания уже поднялся. Не совсем слышно, как вы там кричите. Аллилуйя! Воздавайте хвалу Ему там! Воздавайте хвалу Ему! Воздавайте Ему хвалу! Воздавайте Ему славу! Воздавайте Ему хвалу! Аллилуйя! Воздавайте Ему хвалу! Аллилуйя! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Кто-нибудь приходите сюда и танцуйте! Кто-нибудь идите сюда и танцуйте! Оу, давайте танцевать! Выходите танцевать! Аллилуйя! Давайте радоваться! Давайте радоваться! Это время встречи! Аллилуйя! Оу! Оу! Аллилуйя! Радуйтесь! 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 Аллилуйя! Ибо Господь благ, и Его милость и благость вовеки! Аллилуйя! Мама! 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 Глотten. Мама! 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 Да!! Во, Бог! Вы будете двигаться в сфере Духа, в том, в чем я хочу всегда, чтобы вы были, и те вещи, которые вы здесь слышите, не от людей, это от меня. Я хочу, чтобы вы начали получать от меня, так как я ваш отец, я хочу, чтобы вы имели это. Разве вы не слышали, что я добрый Бог? Я уже накрыл стол перед вами в присутствии ваших врагов. Не говорил ли я вам, что благость и милость будут сопровождать вас во все дни? Вашей жизни. Итак, идите к столу и обедайте. Занимайте места и садитесь за стол и провозгласите. За этим столом я буду обедать, ибо это по праву мое. Аллилуйя! О, боже мой! Боже мой! Боже мой! Теперь смотрите. Теперь я хочу сказать вам прямо сейчас. Некоторые из вас думают, что мы заканчиваем, но в действительности я не заканчиваю. Но я в моем духе. Вы примите это, когда я буду говорить об этом. Всякий человек на этом месте, прямо там, где вы находитесь, Если вы страдаете любым из дыхательных заболеваний, я собираюсь махнуть с рукой, и моя рука вытянута вперед, верьте. Это то, что я услышал, как Дух Божий сказал. Всякий в этой аудитории. Некоторые из вас страдают этим заболеванием долго. Говорю, я уже сказал об этом. Я махну своей рукой. И если у вас есть любая из дыхательных проблем, респираторных проблем, когда я махну рукой во имя Господа Иисуса Христа, то, о чем я учил, произойдет. Ибо Библия говорит о явлении Духа и силы. Во имя Иисуса Отец я провозглашаю и требую любой человек со всяким нарушением дыхательной системы, любое заболевание легких, прямо сейчас провозглашаю во имя Иисуса Исцелитесь во имя Иисуса! О чем мы говорим? Мы говорим о том, чтобы иметь веру для чудес. Иметь веру для чудес. Мы взяли кое-что по этой теме. Я еще не добирался в действительности до основного содержания моего послания. Мы продолжим. Это завтра. Я продолжил рано утром завтра. Мы начнем с этой темы. Но я хочу, чтобы те, кто исцелен... Я не говорю. Я не говорю о том, чтобы ждать. Я говорю о том, что прямо здесь, сейчас... Я хочу, чтобы вы пришли и засвидетельствовали теперь, кто имел проблему с дыханием. Сделайте глубокий вдох. Это есть у вас. Откуда я знаю, что вы исцелены? Я слышал, как Дух Святой сказал, что вы исцелены. Вот откуда я знаю, что это у вас есть. Святой Дух приводит в исполнение то, о чем проповедует. Это так, не правда ли? Всякая проблема с дыханием уходит. Сделайте вдох сейчас. Продолжайте. Это есть у вас. Теперь о сердце, о нарушениях сердечной деятельности. У меня есть пара минут. Есть нарушения в работе сердца. У некоторых людей сердце бьется слишком быстро. У людей есть эти проблемы с сердцем. У меня есть побуждение сказать о сердце. Господь хочет коснуться ваших сердец. У вас есть проблема с сердцем, а я собираюсь махнуть рукой во имя Иисуса, основываясь на слове. Если я буду веровать, все возможно. Пусть все скажут «возможно». Скажите это три раза. Как многие из вас верят в силу Божью. Пусть ваша вера опирается не на муторость человеческую, а на силу Божью. Я провозглашаю, я требую всякий человек с проблемой с сердцем во имя Иисуса. Вы исцелены во имя Иисуса. Боже мой! Хорошо, мы начинаем завтра утром, я скажу. Я еще не говорил, что я хочу затронуть. Но тем не менее, мы благословлены. Как многие из вас благословлены? Как многие из вас чувствуют, что чудеса приходят? У кого из вас уровень ожидания поднялся? Как многие из вас перестали ждать и сказали себе, «Я хочу это прямо сейчас!» Слава Богу! Аллилуйя! Мне нужно еще пять минут. Хочу сказать это прямо сейчас. Присядьте, у меня есть еще пять минут. Я хочу, чтобы вы это услышали. Это поможет вам. Я найду это. Слава Богу! Номер один. Увидите Бога таким, каков Он есть. Это будет хорошим делом в этом. Увидите Бога таким, каков Он есть. Я пришел для чудес за теми, кто проповедовал о чудесах до меня. И дал некоторую информацию в согласии с тем, что в моем духе в этот момент. Увидите Бога таким, каков Он есть. Номер два. Ответите свой взгляд от ваших обстоятельств. Номер три. Я спешу. Номер три. Посмотрите на свои проблемы, как на возможность для чуда. Номер четыре. Осознайте, что во всяком обетовании Божьем есть семя для вашего чуда. И номер пять. Сейте семя чуда, основываясь на Божьем слове. Эти пять вещей. Я хочу, чтобы вы размышляли над этими пятью вещами. Я не буду повторять, у меня нет времени. Позвольте дать мне еще одно. Есть еще одно положение. Скажите вашему соседу о том, что я сказал, что есть еще одно. Я постараюсь показать вам на следующем утреннем собрании, как перестать ограничивать Бога. Итак, запишите, убрать всякие ограничения в ожидании от Бога. Я хочу показать, как вы можете перестать ограничивать Бога. Марфа пыталась ограничить Иисуса. Она вначале отложила, а потом вернулась. Иисусу пришлось сказать ей снова. Ей пришлось услышать снова. И затем Он смог совершить немедленное чудо и воскресил ее брата из мертвых. Я хочу показать вам это. Марфа иногда была слишком обеспокоена заботами, вместо того, чтобы внимательно слушать Слово. Амин? Хорошо. Спасибо, Господь. Как многие из вас будут на служении завтра утром? Мы затронем некоторые новые вещи, которые Дух Божий хочет сказать вам о вере для чудес. Но я хотел начать сегодня перед этим служением в 2.30, чтобы вы становились готовыми получать немедленно, не ожидая слишком долго. Я знаю, что иногда вам нужно ждать, потому что ваша душа и тело... Но продолжайте работать над вашей душой и телом. И Бог может сделать так. И вы просто берете, и вы просто берете, просто берете. Амин? Хорошо. Аллилуйя.